Здравствуйте! В эфире новости на телеканале ННТ, в студии Махач Курбанов с последними событиями к этому часу. Короткий анонс, что будет сегодня в нашем выпуске новостей. Создаются и упраздняются изменения в структуре администрации главы и правительства Дагестана. Более подробно расскажем через минуту. Площадка для установки готова. Первый завод по производству жидкого кислорода для медицины строят в Дагестане. Майнинг манит и туманит, но всему приходит конец. Сотрудники ФСБ совместно с республиканским МВД просекли деятельность сети криптоферм в Дагестане. Вымогал, угрожая заявлением в полицию. Кого правоохранители задержали в Кизилюртовском районе, смотрите выпуски. Когда мне предложили поучаствовать в выставке, времени было не так много, и мне захотелось поучаствовать, и работы были выполнены буквально за пару дней. Не только известные художники. В художественной галерее Дома поэзии открылась выставка «Атрибут», посвященная Году культурного наследия народа в России. Садулаев и Снайдер не встретятся. Дагестанский танк пропустит Ярыдинский турнир. Подробности в спортивном блоке. Сергей Меликов утвердил обновленную структуру администрации главы и правительства республики. Информация об этом размещена на официальных ресурсах АГИБ. Серьезные изменения в соответствии с указом затронули правительственный блок администрации. Так, организационно-проектное управление и управление социального развития разделены на отделы правительства Республики Дагестан по сферам деятельности. Каждый из создаваемых отделов будет отвечать за работу с профильными органами исполнительной власти, а также обеспечивать постоянное взаимодействие данных органов с курирующим заместителем премьер-министра. Также в структуре создано управление по организации обеспечения деятельности правительства, которое будет осуществлять правовое сопровождение и кадровую работу Кабмина, контроль за исполнением поручений правительства и планирование деятельности. Изменения коснулись и управления главы по информационной политике. Теперь в нее будет входить и пресс-служба главы, а статус руководителя пресс-службы поднимется до должности заместителя начальника УИП. В то же время сам начальник будет одним из заместителей и руководителей администрации главы. Создается также отдел мониторинга и анализа реализации наспроектов. Кроме того, указом Меликова в Народном собрании появится полпредглавы Дагестана. Целый комплекс мер для надежности энергокомплекса и наращивания темпов газификации планируется в Дагестане. Об этом на рабочей встрече в Москве говорили заместитель председателя правительства России Александр Новак с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Подробности беседы руководитель региона выложил в своем инстаграм. Есть вопросы, которые без федеральной поддержки решить сложно. Я обсудил с вице-премьером несколько важных тем, касающихся ускоренной реализации проектов газоснабжения и развития энергетического хозяйства, сообщил Меликов. Также на встрече было решено привлекать в сектор ЖКХ региона дополнительные инвестиции. Отдельно поднимались вопросы реализации модели социально-экономического развития республики, а также затронули тему развития Дагестана в области туризма, сохранив при этом этнокультурное многообразие республики. Александр Валентинович, по словам главы региона, поддержал все предложения и обещал уже весной приехать в Дагестан. Первый завод по производству жидкого кислорода для медицинских целей строят в Дагестане. В рио первого заместителя председателя правительства Дагестана Ньюсерет Амаров ознакомился с ходом его строительства. Предполагаемая производственная мощность предприятия составит 4,8 тонн жидкого кислорода в сутки. Ньюсерет Амаров отметил, что при поддержке регионального правительства инициатором проекта получен заем из Фонда развития промышленности в сумме более 80 миллионов рублей. В настоящее время площадка для установки оборудования готова. Кроме того, совместно с инвестором идет подбор земельного участка поселка Тюбе Кумтаркалинского района для создания воздухоразделительной установки. Напомним, ранее поставщики медицинского кислорода в республике столкнулись с проблемами его транспортировки из других регионов из-за отсутствия специальной техники. По поручению главы Дагестана Сергея Меликова, правительством тогда было принято решение о выделении из резервного фонда 31 миллиона рублей региональному МЧС на приобретение тягача и цистерны полуприцепа, предназначенных для перевозки медицинского кислорода. Продолжаем выпуск. Ученки специалистов. Общий объем мощности незаконно потребленной электроэнергии составлял около 8 мегаватт в час. В настоящее время энергетиками производится расчет суммы материального ущерба, причиненного компанией. Житель Махачкалы под предлогом аренды завладел игровой приставкой на 80 тысяч рублей, а затем продал ее. Деньги он потратил на личные нужды. Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве. В отделе полиции злоумышленник признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Я взял пластейсин с авито в аренду. Потом получилось так. Пошел, продал Соне. Потом сказал ему, завтра кормил, завтра отдам, завтра отдам. И вот так прошло уже месяц. И вот так доставили в отдел полиции. Житель Кизилюртовского района обратился в дежурную часть полиции с заявлением о вымогательстве. Дело в том, что в декабре прошлого года между сыном заявителя и подозреваемым произошел конфликт, который перешел в драку. Житель Буйнакска зафиксировал телесные повреждения и шантажировал мужчину обращением в полицию и требовал круглую сумму. Оперативники организовали передачу муляжа с деньгами предполагаемому вымогателю и задержали его с поличным. Задержанный рассказал, что упомянутые события имели место быть. Однако вину в вымогательстве не признал, настаивая на том, что деньги, чтобы замять в конфликт, ему предлагал сам заявитель. У меня был конфликт с человеком. После этого, когда они избили меня от толпы, что мне писали заявление, его отец пришел и говорил, что взял как бы маслят, договориться. И в ходе, когда среди мужиков договорились, повыкновили, что они оплатят мне 80 тысяч. И они сами поставили все время иметь в виду, пока выходные все было. После этого мне это делали. После этого я ему сам не звонил, он ко мне позвонил, сказал так, что ну, придет деньги утром, он на следующее утром мне позвонил, сказал, что вот, ну, привез деньги, ты где, я ему сказал, буду на работе. Туда он привез деньги, поставил на подоконник и там уже меня задержали сотрудники. На территории Хасавюртовского участкового лесничества стекаются городские канализации. Факты обнаружили местные активисты экологического контроля. Всего на данный момент выявлено 5 канализационных стоков. Выяснилось, что каналы для отходов вырыты прямо по центру лесного массива, среди здоровых деревьев. Состояние резервуаров для питьевой воды проверили в Хасавюрте. Управлением коммунального хозяйства города с привлечением подрядной организации провели работы по очистке от накопившегося ила двух городских резервуаров объемом 6 тысяч кубических метров каждый. Толщина ила местами составляла до двух метров. В результате комплекса мероприятий очистка, промывка и дезинфекция резервуары были полностью подготовлены. Кроме того, процесс модернизации прошла и насосная станция, в которой были заменены задвижки, отремонтированы действующие насосы и электродвигатели, а также закуплены новые. Подготовленный к работе объект планируется запустить в весенний-летний период. Сегодня работы полностью завершены, и эти два резервуара готовы к работе в весенний-летний период. В связи с тем, что в зимний период необходимости в них нет, мы эти резервуары подготовили к весне дополнительно запускать, набирать воду и использовать ее для нужд населения, для наших горожан. Далее рубрика «Дайджест». С коротким обзором интересных новостей вас ознакомит Карим Даниев. Три с половиной года лишения свободы условно. Именно такой срок получил сотрудник больницы в Кизелюртовском районе. Он занимался фиктивной вакцинацией граждан. Правонарушитель через учетную запись врача-эпидемиолога вносил ложные сведения о вакцинации граждан против коронавирусной инфекции, которые фактически ее не проходили. Подсудимый также не сможет работать в сфере компьютерных технологий в течение двух лет. А вот житель Ахтынского района получил условный срок за размещение в Инстаграм экстремистских материалов. В содеянный мужчина признался. Отметим, что указанный состав преступления предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Еще один условный срок. За оформление липовых инвалидностей бывший руководитель филиала медико-социальной экспертизы по Дагестану в Хасавюрте получил 4,5 года. Доказано, что он за взятки незаконно установил инвалидности восьмерым жителям района. Это произошло в период с 2016 по 2018 год. Хасавюртовский городской суд признал обвиняемого виновным в мошенничестве в крупном размере. Призывника из Дагестана, который в начале января осквернил монумент воинской славы, в Краснодарском крае заключили под стражу. Об этом в соцсетях написал адвокат Алексей Аванесян. Дело расследует военный следственный отдел СК по Краснодарскому гарнизону. За последние сутки в Дагестане зафиксировано 188 новых случаев заражения коронавирусом. Вылечилось 82 человека и один умер. Число привитых за день выросло на 16 тысяч, а всего число вакцинированных достигло почти 950 тысяч человек. Такие данные сообщает Оперштаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан. Огольский язык. Сохранение и развитие. Участники круглого стола в Дагестанском педагогическом университете обсуждали состояние и перспективы сохранения и развития родного языка. А также вопросы издания методических пособий и литературы для школ. В работе форума приняли участие ректор ДГПУ Нариман Асваров, министр по национальной политике и делам религии Республики Энрик Муслимов, представители администрации Огольского района и специалисты-языковеды. Говорили о нехватке квалифицированных специалистов по родному языку в сельской местности, и городских школах, о недостаточном количестве учебных часов, отводимых на изучение дисциплины в классах. Студенты вуза читали стихи на огульском языке, посвященные красоте родного края. Внимание участников и гостей мероприятия были также представлены старинные наряды и костюмы, книги по тематике круглого стола и блюда национальной кухни. Отличившимся студентам вуза были вручены именные стипендии главы Огольского района Закира Каидова. Первый публичный показ эскиза Франца Рубо к панораме «Штурм Аула Ахульго» в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой. Напомним, эскиз картины о событиях Кавказской войны ранее приобрел меценат Камиль Халилов в лондонском аукционном доме Кристис. В конце прошлого года работу привезли в Дагестан. Дни открытых дверей в честь показа эскиза в музее продлятся два дня. Я очень рад принести пользу Дагестану. Я хотел первую картину. На ней запечатлено... Я хотел бы обратить внимание, что это очень важный исторический момент для нашей республики. Это все-таки взятие на тот момент столицы Бимамата. И на этой картине запечатлен подвиг как русского народа, так и дагестанского народа. Здесь нет никакого, что Бог показал в этой картине. Здесь нет какого-то отношения либо к русским, либо к дагестанцам. Нет, он показал именно подвиг всех и обороняющихся, и нападающих в этом героическом сражении. Поэтому я очень рад. И спасибо всем. Спасибо вам. В художественной галерее Дома поэзии открылась выставка «Атрибут», посвященная Году культурного наследия народа в России. Первая экспозиция в наступившем году собрала большое количество ценителей живописи и графики. Работы известных и неизвестных мастеров посмотрела и Уркия Даудова. Ей слово. Позитив, легкость, изящество и гармония. Именно такую атмосферу создают работы художников, представленные на суд посетителей. Свои живописи, графики, объекты и инсталляции авторы отразили декоративно-прикладное искусство региона. Это великолепная идея этой выставки. Суть того, что все, что формируется творческое начало или там, что выразит идею какую-то, нас окружают предметы, которые сами по себе имеют какую-то культуру. И создав такой проект, такую выставку под названием «Атругут», чтобы высказаться само мнение этих народных промыслов, народных произведений, как использовать для того, чтобы им отдельно уделить внимание. Я думаю, это очень удачно получилось. Очень такая камерность ее, сюжетность ее, тематика ее и собранность. Свои работы на выставке представили не только известные художники, но и молодые авторы. К примеру, в серии картин Хадижат Магомедовой обыграны символы и орнаменты дагестанских ковров. Когда мне предложили поучаствовать в выставке, времени было не так много, и мне захотелось поучаствовать, и работы были выполнены буквально за пару дней до открытия. Но мне помогло то, что было на что опереться, потому что у нас очень богатая культура. Особый интерес у посетителей вызвала инсталляция группы 14. Авторы работы пожелали остаться неизвестными. В своей работе они отразили стремление горцев к показной роскоши в ущерб национальной самобытности. Старинные дагестанские подносы на самом деле смотрятся лучше, чем китайская ваза с конфетами. На выставке можно было увидеть не только свежие работы художников, но и созданные годами ранее. Несмотря на это, некоторые из них впервые представлены зрителю. Такие как графические картины Мусы Гайворонского и музыкальный рок Закарьи Закаряева. Если честно сказать, я на эту выставку попал случайно. Здесь представлены мои старые работы. Я даже не думал, что они так... Я даже не знал, когда сказали, что такая выставка. И чтобы туда подошло, я даже забыл, что у меня были такие сделанные работы. И как-то общими усилями куратора обнаружились, нашлись и выставили мои старые работы. А так, да, в целом выставка интересная. Я рад, что я участвую. Посетители отметили, что выставка легко воспринимается. Но это вовсе не говорит о ее поверхностности. Выставка очень впечатляет. Я думаю, что это очень важно, чтобы молодежь часто посещала такого рода мероприятия. Потому что это как бы духовно развивает человека. И несмотря на то, что мы уже взрослые, нам это все равно интересно. Несмотря на сложности жизненных ситуаций, сейчас и пандемия, и все. Люди пришли сюда, и им интересно, и каждый находит в этих работах что-то свое. Я, например, тоже нашла. Выставка продлится до 20 февраля. Так что у всех желающих есть еще время ее посетить. Однако надо помнить, что вход в культурное заведение строго по наличию QR-кода. Уркия Даудова, Салман Гитихмаев. Новости ННТ. Махачкала. Коллектив Минспорта прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции в организме. ПЦР-тесты сотрудников ведомства проводились мобильной медицинской бригадой в столичной поликлинике номер 4. Медики подробно отвечали на все интересующие вопросы по профилактике COVID-19 и целесообразности участия в процедуре ревакцинации. Напомним, в последнее время в республике наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Также в регионе зафиксированы случаи заражения новым штаммом COVID-19 омикроном. Тайбоксер Алаверди Рамазанов вновь претендует на титул чемпиона Лиги Уан Чемпионшип. Соперником 27-летнего дагестанца станет обладатель пояса в легчайшей весовой категории Нонг О Гайян Хадау из Таиланда. Бой запланирован на 26 марта в Сингапуре. Алаверди Рамазанов провел на профессиональном ринге 69 боев, в которых одержал 62 победы и потерпел 7 поражений. В 2020 году он уже владел титулом Лиги Уан Чемпионшип. Олимпийские чемпионы Токио пропустят Ярыгинский турнир. Вольники Абдул-Рашид Садулаев и Заур Угуев освобождены от участия в Гран-при в Красноярске, но будут рассматриваться для участия в мартовском чемпионате Европы. Об этом сайту Федерации борьбы России сообщил главный тренер команды Дзамбалат Тедеев. В категориях до 57, 74 и 97 килограмм планируется провести контрольные схватки между олимпийцами и победителями Ярыгинского. Отметим, что участие в красноярском турнире подтвердила сборная США во главе с Кайлом Снайдером. Соревнования пройдут с 27 по 30 января. Это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok